Почему нам так плохо при расставании? Я думаю, с этой проблемой столкнулся почти каждый человек хоть раз в своей жизни. Привет, меня зовут Камила Исмаилова, и я выпускница третьего потока Школы эмоционального интеллекта и психотерапии. И сегодня с Алексеем Красиковым я поговорю про расставание. Алексей, привет. Привет. Рада тебя видеть снова. Взаимно. Вот такой наболевший вопрос. Почему же нам так плохо при расставании? Есть такая тема. А тебе было плохо при расставании? Нет. Представляешь, не было. 17-19. Не билось головой об кафель? Нет, у меня была влюбленность, но чтобы мы просто не расставались, потому что мы не встречались даже. Это были другие ощущения, это были больше внутренние страдания, идеализация персонажа, в который просто влюбилась. Ну, действительно, многие люди очень тяжело переживают расставание. Я бы сказал, что это очень симптоматично. То есть, если человек тяжело переживает расставание, то это прям такой яркий сигнал, яркий прям флаг, красный, прям краснющий флаг о том, что нужно работать со специалистом. В норме адекватная, ну, скажем так, забалансированная, стабильная психика, она может испытывать эмоции, она может какое-то время горевать, переживать, испытывать подавленность, но адаптируется и движется дальше. Если мы застреваем, и нам прям люто тяжело, это проблема. Это первое. Второе. Почему такое происходит? Ведь наш головной мозг не видит Василия или Свету, на самом-то деле. Наш мозг помнит наши ощущения, наши эмоции. И когда какой-то Василий или Света закрывает наши очень важные психологические и психосексуальные потребности, для мозга это такое совпадение, которое заставляет выбрасывать огромное количество эндорфинов, эмоций, и он запоминает объект Василия и Светлана как объект, при котором человек получает определенные эмоции. Например, безопасность, заботу, комфорт, спокойствие, удовлетворение, гордость, зависть и прочие закрытые сексуальные, эмоциональные потребности. Например, девочки могут очень сильно нуждаться в такой вот безопасности, в брутальной защите, в таком вот ощущении комфорта. Мальчики могут нуждаться в том, чтобы вот он наконец-то, с ним девочка, которую он показывает всем, она вот такая, она очень заботливая, как мама. Или он о ней заботится, как о дочке. Или девочка, которая встретила наконец-то папу, который наконец-то о ней, там, доченька моя, ты проснулась, поела, пописала, покакала, значит, это все, я тебе все сделаю. То есть там очень много психологических фишек, которые на самом деле влетают внутрь нас. А если он еще и трахается классно, или она, и тут вообще все совпадает, и для мозга это настолько сильное совпадение, что потом, когда этот человек пропадает, мозг начинает прям люто страдать, потому что он хочет эти эмоции. И нам кажется, что это связано напрямую прям с человеком, с человеком. На самом деле это про эмоции, это про заполненность, это про безопасность, это про одиночество, это про состояние. То есть мы скучаем на самом деле по состоянию. Есть одно научное исследование, которое говорит о том, что точно таких же людей, как ты, внешне, как минимум 7 человек на Земле. Прикольно? Да, это очень интересно. А если пойти в эти исследования более глубоко, то те психологические потребности, которые тебе нужны, там, безопасности сексуальной, их тысячи таких людей, если не больше. То есть генетически схожих людей кратно меньше, чем психологических потребностей. Потому что генокод, он имеет огромное количество исчислений. А психологическая потребность, защита, безопасность и сочетание, там и так далее, и тому подобное, это гораздо более проще вещь. В-третьих, когда вот такой человек вызвал у нас совпадение по многим параметрам, у нас возникает у мозга такая иллюзия, что это единственный человек, который способен был это вызвать. И мы здесь иногда поддаемся в эту иллюзию и блокируем другие варианты. То есть мы начинаем думать, что вот только Василий Иванов или там Маша Галапупенко, да, только она способна была вызвать у нас такие чувства. И мы сами закрываемся от других вариантов. Мы продали себе идею, что она одна-единственная, он один-единственный, и мы больше не видим. И мы закрываемся. В то же время действительно бывает так, что у человека специфические психосексуальные, психологические потребности. Действительно бывает так, что именно Василий Иванов закрывал вот именно вот в такой комбинации. Но опять же, если быть открытым к разным людям, то вы увидите, что таких людей немало. А больше всего Вас удивит, что Вы увидите, что есть люди, которые еще круче могут закрыть Ваши особенности. Главное, насколько Вы открыты к тому, чтобы люди приходили в Вашу жизнь. Если Вы сами закрываетесь и тащите вот прошлое, то Вы не даете себе разглядеть то, что есть вокруг. Я вообще все время говорил, что если быть широко открытыми глазами и смотреть на реальность, как вот она есть, и быть открытыми к людям и к возможностям, то Вы удивитесь, как много людей, которых Вы не замечаете. Вот, например, девочка там в 19 лет влюбилась в Колю. Все, значит, Коля, вот он только один закрыл ее потребности. И она не видит вообще больше никаких вариантов. Не потому, что их нет, а потому, что она их не видит, потому, что она их не хочет видеть. Вот у него говорят, Коля, все, осиновый кол, значит, обошел, да, и все, и вот только Коля. Алексей Юрьевич, ну бывает и такой вариант, когда не закрывает никаких потребностей. Вот пример моей близкой подруги, которая прожила в отношениях с мужчиной, который ее унижал, оскорблял, никакую потребность, ни сексуальную, ни финансовую. Но она как страдалица была в этих отношениях и несла их, как свой крест. Что это? Все очень просто, то же самое. У нее была потребность в таких отношениях, в таких страдали. А, значит, это потребность. Конечно. Вот так вот. Смотри, вот все, как бы они ни рассказывали, это все про эмоции. Мы привыкаем к... Вот есть даже вот люди, которые любят острую еду. Она вызывает привыкание, потому что действие капсаицина на определенные рецепторы... Капсаицин – это тот элемент, да, тот алкалоид, который вызывает вжение. То есть это обманка мозга. Капсаицин действует на определенные рецепторы. Мозг думает, что тебе налили кипяток в рот. Так возникает ощущение жара. Но я отдельно могу про это рассказывать. И вот точно так же мы думаем, наш мозг думает, что этот человек, он у нас вызывает определенные эмоции. И вот то, что ты говоришь про подругу, это и есть ее потребность. Если я ей дам умного, хорошего, тактильного, не бьет, не пьет, не курит, значит, утром приходит, все, значит, цветы дарит. Она скажет, что это не ее человек, ей плохо будет с ним. Она так скажет. Конечно, она такого не выберет. Она выберет как раз такого, с которым будет вот такой вот, знаешь, экшен. И вот в этом ее и есть потребность. Вот как раз таки и проверим, потому что она сейчас вроде вышла из отношений, и у нее именно такой хороший парень и появился. И мне вот интересно, сколько они протянут, судя по тому, что вы сказали. Очень даже интересно посмотреть. Может быть, в момент, может быть, она как-то в терапии с этим начала обходиться. И, может быть, как раз ее терапевт в ее терапии немножечко подсветил эти вещи, и она в терапии, меняясь в терапии, начинает меняться и в жизни. Но если этого не было… Было, было. Вот, да, соответственно. Но если этого не было, она продаст себе идею про другого человека, скорее всего, это будет не ее. Поэтому вот эти все вещи – это все равно про потребность. То же самое касается сексуальной потребности. То же самое касается сексуальной перверзии, сексуальные какие-то особенности. Сексуальные фетиши, моральные эмоциональные качели, уйти, прийти, трусы в 3 часа ночи по чемоданам, потом мы помирились, потом мы расстались. Это потребность. Люди играют в это, потому что это их капсаицин, это их алкалоид, это их эмоции, это их нейромедиаторы. Человек в поисках эмоций, он все время будет раскачиваться. Постоянно в поисках эмоций, в поиске удовлетворения, и большинство людей лучше себя чувствует в шторме, чем в штиле. Да, они могут жаловаться на этот шторм, да, они могут жаловаться на плохой период и так далее, но все равно они очень часто нуждаются в этом экшене. Вы относите таких людей к людям с нестабильным эмоциональным интеллектом? Нет, это обычные люди. Обычные люди, у вас нет осуждения, что человек нуждается, ну, ваше мнение важно, мне интересно. Абсолютно нет, потому что я больше 17 лет изучаю людей, да, и каждый человек имеет право на свои особенности. Но я же не осуждаю людей, которые, например, не любят морковку, а любят, не знаю, там, дариан. Дариан я не люблю, это фрукт азиатский, он такой мерзкий запах у него. Кто-то его безумно любит, они прям вгрызаются в него, мне не нравится, я же не буду их осуждать или меня не будут осуждать. И если девочка, например, выросла без папы, и она скучает по отцовской такой заботе, она нуждается в этом отцовской фигуре, почему я должен ее осуждать? Это ее особенности, и я просто отношусь к этому как к факту. Если мальчик, который вырос в семье, где его там гнобила мать, и он вырос какими-то собственными там, садистическими даже нюансами, да, вот это, 50 оттенков серого, вот это описывает концепцию, но я не буду это осуждать, я просто говорю безоценно, что он такой, какой он есть. Просто мы в терапии с такими людьми и со всеми людьми, мы не осуждаем чего-то, мы просто учимся со своими нюансами, а, знакомиться, б, принимать их, ц, не стесняться, и д, реализовывать в жизни это так, чтобы это было безопасно, чтобы это было осознанно, эффективно и экологично. А личный вопрос можно? Конечно. Алексей, а вы прибегаете к модному такому слову эмоциональным качелям? У вас есть девушка, предположим, и вы иногда ее так покачиваете, показываете ей холл, для игры ради. Со мной играли в эти игры, но меня укачивает. Укачивает. Сразу вы почувствовали. Я, конечно, у меня такая работа, она всегда на грани про эмоции, она всегда про людей, и мне нужно, чтобы в моей личной жизни был не то, чтобы штиль, а чтобы в ней, ну, мне 40 лет, да, и в этом смысле тоже это, видимо, играет отношения. Мне нужно, чтобы в моей жизни было чуть-чуть больше стабильного, понятного, ясного, взрослого, взрослого комфорта и взрослых отношений. Взрослые отношения, они подразумевают немножко другой эмоциональный паттерн. А вот эти качели, ревность, неревность, значит, кто, чего, куда, это все-таки детская тема, и мне, если честно, я от детей чуть-чуть подустал. Мне хочется более взрослых людей видеть рядом с собой. Ну, а перчинки как добавить в отношения? Ну, если все всегда так стабильно, ровно, как говорится, два партнера, договорить. Ну, возьми, возьмите, не знаю, вибратор, поместите в девочку, подключите его к телефону, пойдите в ресторан и попробуйте сделать так, чтобы ты не спалилась. Выключай камеру. Алексей, очень интересно отвечаешь на вопросы. Я думаю, что сейчас, знаешь, у нас с тобой такая легкая волна про личные отношения, про сексуальные отношения, она очень хорошо зайдет в нашу аудиторию, я больше чем уверена. Ну, я просто стараюсь быть откровенным, и я не из тех психологов, которые говорят то, что хотят услышать люди. Знаешь, вот есть огромное количество мужиков на ютюбе, там, в инстаграме, такие вот такие харизматичные, брутальные, у них много подписчиков, я посмотрел их контент, и я увидел, что все безумно просто, они просто говорят то, что хотят услышать женщины. Безумно просто, просто до безумия. Тогда вот еще созрел вопрос, а ты своей девушке, предположим, можешь сказать все в лицо, или, ну, зная заведомо, что она, как любая девушка, может принять это как обиду? А тут как раз-таки вот то, о чем мы говорили, все зависит от того, насколько она взрослая, потому что если это внутри подросток, и если там много детских защит, то ей нельзя это говорить, потому что она это поймет неадекватно. А вот если перед тобой взрослый человек, у которого взрослые защиты, который понимает все нюансы, то с ним можно быть максимально прямым и откровенным. И это касается как женщин, так и мужчин, кстати. Есть мужчины, которые мальчики, и если ты будешь с ним абсолютно прямая и искренняя, он не поймет, у него начнет брызгать слюни, там еще что-нибудь брызгать, и ты будешь и шеей, и бээ, и значит, и он обидится, будет дуться, значит, как девочка, или будет там кидать тарелки. А взрослый мужчина с буквой М, да, он адекватно воспримет любую информацию, какую бы ты ни сказал. Вплоть до того, что ты полюбил другого, он воспримет это здраво и стойко. А когда это мальчик, то он начнет, да, шо, сука, блядь, я тебе, да, ну, все, это тушесветно. Спасибо тебе, Алексей, за твою откровенность и открытость. Спасибо тебе. Ну, а мы продолжаем.